Второй рабочий день и уже очередь как за дефицитным товаром. Много лет жители ходили в это помещение действительно за продуктами. Здесь располагался магазин. Теперь Владивостокское шоссе 119 – филиал многофункционального центра. С момента принятия решения мы оперативно организовали совместно с администрацией Уссурийского городского округа ремонтные работы. Организовали в целом открытие здесь двух окон. И уже со вчерашнего дня у нас принято до 20 граждан. Это только те граждане, которые обратились конкретно, подали заявление на предоставление услуг. Глава администрации Евгений Корж лично контролировал ремонтные работы. Приехал оценить и итоговый результат. Все сделано качественно и в установленные сроки. Помещение небольшое, но комфортное. Новый офис оснащен и санузлом, в котором уместились все приспособления для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Правда, не хватает терминала, где жители смогут оплачивать госпошлины. Я буду сейчас с руководством Звербанка. Я думаю, что они пойдут нам на встречу, на встречу людей и поставят здесь свой терминал. Когда весна наступит и возможно будет делать земляные работы, мы хотим в этом скверике небольшом сделать парковочные места. Оформить землю в собственность, прописаться, оформить справки. В новых окнах будут оказывать такой же перечень услуг, как и в других МФЦ по городу. В целом же уссурийцам доступно 250 услуг. Субсидии нам, справки о составе семьи. Ну, в общем, все, что нам старикам положено, если сюда, тут можно, все, будем обращаться. Очень нужно, мы все благодарны вам за это. Особенно старики вот этим, еще бы нам, знаешь, что моя рыбочка, чтобы нам платить квитанции тут, на поселке, не ездить по городам. За неполный 2016 год за услугами в многофункциональный центр обратилось 180 тысяч человек. Офис МФЦ на Владшоссе стал шестым в уссурийском округе. На очереди обустройство дополнительных окон на улице Ленинградской. Ольга Муравьева, Никита Файзулин, Телемикс.